Бля, я забыл, что я хотел реально посмотреть. Я хотел посмотреть mmrpg.su, потому что я давно к ним не заходил. mmrpg.su. Ща-ща-ща. Я хочу посмотреть их название. Добрый удар. Я хочу посмотреть, какие у них названия видосов. Я вам спасибо за донат. Здорово, дедус. С юбилеем. Спасибо большое. Вы уже 10 лет на Монофок Труми. А если серьезно, я недавно начал смотреть тебя. Расскажи, пожалуйста, какое у тебя отношение к Сиджу сейчас, или ты не следишь за этим? Я уже не слежу за Сиджом, братан. Но что-то у Юбисофта все хуёво, пиздец. Россия поднялась с колен, показав новое и современное. Русских геймеров опять обманули, не дав желаемое. Русских опять обманули, вызвав ярость и гнев. Русским опять плюнули в лицо, отняв уже полученное и радостное. Бля, я так люблю эту хуйню, пиздец. Россия смогла спастись главным ушастым. Новая русская игра смогла взорвать Стим. Американцы удовлетворили русских, позволив запретное. Американцы внезапно и приятно порадовали всех русских. Поляки, похоже, смогли удовлетворить русских. Cyberpunk 2077 почти официально порадовал всех русских. В России созданут самого крупного разработчика игр. Главная российская игра поразила геймеров новыми деталями. Доброе утро на канале ММОРПГСУ. Наступил четверг. Блядь, чё за хуйня? Чё за хуйня происходит с русскими постоянно? Чё-то их, блядь, кто-то им плюёт в лицо, а другие их удовлетворяют, а третий делает им приятно. Я, если честно... Это значит, что уже совсем недолго осталось до пятницы, а там и выходные рядом. Но пока что работаем. Смотрим мои утренние новости и не забываем принимать витаминки. У микрофона, как всегда, я, Сергей Пономарёв. Чё за хуйня с русскими постоянно, блядь? Конечно же, никто из вас ещё не забыл, что в данный момент разработчики из российской студии Сайберия Нова всею артелью потеют над своей игрой Смута, которая в одночасти из никому неизвестного проекта превратилась в главную надежду современного российского игропрома, который должен начать выпускать патриотические игры. Напомню, что на волне патриотических настроений в правительстве разработчики получили... Кручина, разобраться с разбойниками! ...чли аж 260 миллионов рублей на разработку от государства, офигели и начали на радостях переделывать свой сайт. И вот теперь основатель студии Алексей Копцев дал внушительное интервью, где рассказал немало деталей о Смуте. Первое, что привлекает внимание, игра будет сделана на вражеском движке Unreal Engine 5, что уже любопытно. Вероятно, графика в игре будет всё-таки не такой страшной, как в первом прототипе. Далее Алексей говорит, что по духу и геймплею Смута будет ближе всего к хитовой Ghost of Tsushima, а команда делает упор на историчность игры. Ну то есть каких-то леших и летающих в ступе баб-як мы вряд ли увидим. При этом открытого мира не будет... ВРАЖЕСКИЙ ДВИЖОК Нас ждёт всего лишь набор уровней... СУХА! А где реклама Xbox? Которыми станут... А, Xbox — самая лучшая консоль, Xbox Game Pass — самое выгодное предложение в истории игровой индустрии. ...древнерусские города. Побываем в Нижнем Новгороде, Ярославле, в Москве и даже в Лесной Руси. Противники будут различаться, так сказать, по уровням. Самые простые, дикие животные, самые сложные боссы и офицеры армии. Также разработчики хотят внедрить конный бой, однако, если они на это пойдут, то выпустят его только в качестве DLC. Главный упор в игре, как я уже сказал, будет на историческую достоверность. Поэтому над проектом работают не только 45 программистов, дизайнеров и аутсорсеров, но и аж 5 серьёзных исторических консультантов. Правда, если среди них нет кого-нибудь масштабом Клима Жукова, то историчность под большим вопросом. Отдельно ещё рассказали про боевую систему. Герой, как выяснилось, сможет менять свой облик, а от этого будет меняться доступный набор умений и оружия. Если обернуться простым крестьянином, то можно махать простым топором, а если облачиться в одеяние князя, то дадут крутой меч и доспехи. Есть также огнестрельное оружие, вроде пищали. Бля, у меня такое ощущение, что они просто взяли и напиздели, типа, да там, короче, да типа облики разные будут, и типа крестьянин с топором, и там типа князь... И мушкетов, пистолетов и так далее. При этом, по словам Алексея, внутри амплуа нет большого дерева навыков, зато этих самых амплуа будет довольно много, так что вы сможете попробовать различную такти... Пэзант 1, Пэзант 2. Срок выхода игры неизвестен, но разработчик... Привет, впервые зашел на твой канал. С юбилеем твоего канала. Бля, чел, спасибо большое. ...надеются выпустить игру на площадках Steam и Epic Games Store, а в России она будет продаваться через WK Play. Наконец, в конце марта будет запущен, наконец-то, новый сайт по игре, который, по словам Алексея, станет местом онлайновых полемик всех геймеров. Что ж, хочется верить, что мы с вами доживем до того момента, когда игра выйдет, и она будет годным продуктом, а не просто ширмой, чтобы под видом патриотизма растратить большие бабки, сучив геймерам какой-нибудь очередной недоразум... Это все футажи, которые есть. ...мение в стиле самых худших российских игр начала двухтысячных. Но верится во все это, судя по интервью, с трудом. Издание THR сообщает, что по Rainbow Six будет выпущен еще один фильм. И если вы сейчас подумали, что речь идет про очередную экранизацию очередной игры, то ошиблись. Снимать будут по мотивам произведений Тома Клэнси, по которому, собственно, изначально и Ubisoft сделала свои игры. Потом, правда, полковнику оставалось только переворачиваться в гробу, наблюдая за тем, во что его произведения в итоге превратили французы. Кинцо будет снимать режиссер Джона Уикача от Стахельски, а сам фильм станет продолжением картины «Без жалости», которая вышла в 2021 году в сервисе Amazon Prime Video. Правда, в этот раз Paramount нацелились и на большие экраны, так что, вероятно, боевик станет куда зрелищнее. При этом актер Майкл Джордан вернется к роли спецназовца Джона Кларка. Студию Ubisoft продолжает не кисло так штормить. После провальных праздничных дней, когда компания не смогла толком заработать бабла... Здарова, Микита Марокко. Руководитель... Дед, и как же шизофрения? Постоянно прогрессируешь, да блядь! Микита Марокко, спасибо большое. Конторы Ивгеймо отложил выпуск Skull and Bones, закрыл ку... Привет, дед, с десятилетним канала тебе. Десять лет назад мне было десять, так что выпьи бокал за мои двадцать лет и десять лет твоего канала. Герман Воробьев. Спасибо большое, братишка. Чуигр в разработке сотрудникам разослал обвинительное письмо, где назвал их причиной провала в студии. Он предложил разработчикам выложиться по полной, мобилизоваться, стать максимально эффективными и бережливыми, ну а заодно сообщил, что в ближайшие месяцы компания сократит расходы примерно на 200 миллионов евро путем целенаправленной реструктуризации и продажи активов, а также из-за обычной естественной убыли. Ну, в общем, действует он как типичный капиталюга. В итоге профсоюз работников в Солидарис Информатик призвал всех сотрудников Юбисофт провести 27 января забастовку. Они говорят, что планы Геймо на самом деле в том, на русском Никита по звучанию Макита. Круто. ...чтобы сократить всем премии и зарплаты, уволить сотрудников, а также продать непонятно кому кучу студий и уменьшить вас Юбисофт. При этом призывы к сотрудникам стать эффективнее не подкрепляются хорошими денежными компенсациями, а значит их надо проигнорировать. Также профсоюз опубликовал список из четырех требований к руководству Юбисофт. Первое. Увеличить всем зарплату на 10%. Второе. Ввести четырехдневную рабочую неделю. Третье. Сделать прозрачными все кадровые решения. Четвертое. Прекратить политику оскорблений и унижений за плохую работу, что толкает людей на увольнение. К сожалению, судя по требованиям, профсоюз явно очень сильно желтый и делает все для того, чтобы дискредитировать профсоюзное движение. В общем, если это все не будет выполнено, профсоюз обещает устраивать забастовки разработчиков каждый месяц. Дед сделал 10 лет и канал, а я 10 лет назад пересдавал первый свой хвост в универе. Желаю больше живучести, нежели моему первому хвосту. Немного свеженького о шутере Atomic Card, который все ближе к релизу. Стало известно, сколько будет стоить консольный вариант игры на дисках. В магазине 1С Интерес уже открылись предзаказы, а версия игры обойдется вам в 6 тысяч рублей, независимо от платформы. Но это же отечественная игра! Кроме того, появились первые отзывы о проекте от западной прессы, которому удалось поиграть в пресс-версию. Что ж, судя по всему, на западе игру встретили довольно прохладно. Так, автор издания Polygon пишет, что это откат в жанре шутеров. По мнению критика, игра хорошо будет смотреться в сервисе Game Pass, где должна выйти в первый же день релиза, но рассчитывать на что-то больше игре не стоит. Также автор предупреждает, что если вы решитесь начать проходить Atomic Cart, то вам надо заранее смириться с тем, что у проекта российские корни, а игру делали «О боже мой, русские люди!» Кроме того, автор отмечает большое количество багов. Журнал PC Gamer также упоминает о том, что игру делали «Русские, что почему-то плохо, так как из этой страны, по мнению автора, ничего хорошего никогда не выходит. И это, естественно, не русофобия, это другое. Он также отмечает, что сюжет в игре не может зацепить, а геймплей, несмотря на красивую графику, не дает свободы и довольно нудный. В целом, журналист пишет, что большинство геймеров останутся холодны к игре, как сибирские морозы. При этом, портал IGN игру нахваливает, там отмечают хорошую графику, высокую сложность и интересные механизмы. Бля, будет смешно, если все, кто критикует Atomic Heart, будут в интернете прославлять, как русофобы. ...сменики, связанные с перчаткой главного героя. Проверить все лично вы сможете... Тебе не понравилась там какая-то механика? Ты... Ты... Ты русофоб. Ты... Ты просто русских не любишь. ...или не сможете уже 21... И, кстати, там в России в геймпассе не будет, блин. ...го февраля, когда игра появится в продаже. Ну, а теперь ваши любимые халявы и скидки. Экономим деньги с дядей Сережей каждый день. Сегодня, впрочем... Я русофоб. Я русофоб. ...есть проблема. Годной халявы не завезли. Поэтому предлагаю всем отправиться в магазин дедушки Габена Steam, чтобы найти себе... Не, я суперрусофоб. ...интересные игры на большой распродаже. Например, можно взять себе Death Stranding Director's Cut за 1980 рублей вместо 3300 в обычные дни. Или Shadow Run Returns всего лишь за 87 рублей вместо 350. Или же прикупить Mutant Year Zero Road to Eden за 480 рублей вместо 1200 в обычные дни. 10 лет назад я в начальной школе учился. А начал смотреть тебя с 21 года с видео про Атаку 2 года назад. Нихуя себе ты меня начал смотреть с видоса по аниме? Объясняй, почему русофоб. Ультра-мега-русофоб. Покопайтесь, там еще много приятных скидок. Ну а теперь вторая рубрика ответы на ваши комментарии. Набираемся ума с дядей Сережей каждый день. Сегодня я выбрал два комментарии к предыдущему выпуску новостей, но один большой. Итак, зритель Pariner накатал целый опус, вспоминая старые добрые времена. Дядя Сережа, вот скажи, я давно смотрю ваши выпуски. Я помню, как разработчики начали прогибаться под феминисток из... Эти разработчики прогибаются под феминисток. ...запрещенных в нашей стране активистов. Как Гейб сначала зарекался отказаться от клубнички, но потом одобрил... Ну, я не могу понять одного. Когда наступил тот день, что компьютерные игры стали черт знает чем? Где эти игры? Ох, эти... Блядь, сначала русофобы, потом феминистки эти, ух, сука. ...которые могли использовать черный юмор или своими действиями могли оскорбить большинство стран, после чего их заблокируют. Когда не было обвинений в сторону директоров студий... Где ты как вам... Вомбат, милаш... А, не а. ...подомогательствия и так далее, которые происходили так часто, будто это новый челлендж. Где игры, которые не зависели бы от политики и вообще не лезли бы в эту сторону? Дядя Сереж, пожалуйста, просвети меня, когда я проморгал этот день. Конкретного дня я вам не назову. Дело в том, что все, что происходит... Это точно настоящий комментарий? Сейчас это планомерная политика последних где-то 20-30 лет. Просто когда это происходит медленно, вы особо не замечаете, но по чуть-чуть, полигон... Я феминист, русофоб, натурал, терпила. ...сначала начали использовать всякие, ну, скажем так, психологические операции из учебников по проведению психологических операций в играх... Дед, передай привет Ян от Урал, пожалуйста, Ян от Урал, передай привет. ...кино, в сериалах, на телевидении, и не только... А привет-то кому передаешь, натурал? За рубежом у нас это тоже используют. Все это потихонечку велось к тому, чтобы управлять общественным мнением. Вот вспомните, допустим, недавний инцидент, скажем так, с Твиттером, когда очень большие серьезные дяди наконец-то признались в том, что в Твиттере существовал огромный отдел по управлению общественным мнением. И эти люди, в большинстве своем, чуть ли не бывшие сотрудники ФБР, ЦРУ и так далее. И почему-то это никого не возмутило особо. Большого скандала как-то не стало. Все западные либералы. Никто не стал сажать этих людей. Я бы посадил всех там как минимум лет на сто, а то и на сто пятьдесят. Все нормально. Это норма. Ну, потому что... Главное, свобода и демократия. Вот где-то там остались и игры, которые не зависели бы от политики и так далее и тому подобное. Игрушка, как и любой другой продукт, телевизионная программа, фильм, что угодно, является уже давным-давно, является частью пропаганды. Наши с вами игры остались где-то в начале-середине девяностых. Блин, на самом деле миссия ни слова по-русски была моей любимой в Call of Duty Modern Warfare 2 и почему-то ее вырезали для русского региона. Мне она пиздец нравилась. В ремейке ее вырезали. Короче, я считаю, что это максимально. То есть, ну, блять, продали игру и вырезали миссию. Но это пиздец. Так, то есть, те игры, которые были полноценными играми, а не пропагандистским продуктом. Я помню, у всех жопа горелась миссия ни слова по-русски, если честно. Мне эта миссия пиздец в детстве понравилась. Это было что-то настолько уникальное. То есть, я, пиздец, типа, там, когда стрелять начали, я такой, типа, что, в смысле, что за хуйня? И я такой, ну, блять, ну, я же не лох, я тоже стрелять, короче, начал. И потом там прикол был, то, что, типа, ползет какой-то охранник, типа, такой, там, кровавый след за собой оставляет. И, короче, гранату кинул, и она его тупо бонь-бонь кула, короче, по башке сзади. Ебать, угорал пиздец. И потом я открываю, типа, новости, и всё-таки, там такая ужасная миссия. Такой, да, бля, прикольно было, ебать, типа, я не понимаю. Таких практически уже не осталось, и последние годы практически не выходят. Ну, а зритель под ником Добрый Наркоман хочет явно узнать меня поближе и спрашивает просто и лаконично, как ты относишься к аниме? Отношусь я к аниме так, что я его официально озвучиваю. Смотреть? Не смотрю. Но озвучиваю много. И с последнего... Ебать, чё? Могу вспомнить семейка шпионов. Ну, а на этом выпуск новостей четверга закончен. Всем спасибо, что досмотрели до самого конца. Не забывайте ставить лайковского, подписываться на канал и, конечно же, оставлять комментарии, которые я потом, скорее всего, зачитаю. Не болейте, не скучайте. Пока-пока. Не знаю, просто у меня, наверное, эффект с Трейзнанд, если чё-то пиздец с чего-то люди оскорбляются, мне это нравится. Не знаю почему.